Всем привет! С вами Лара Шум и у меня сегодня называется путешествие в самоизоляции. Я собираюсь прогуляться сегодня пешочком вдоль реки Пахры. Это река Пахра на вашем экране. И вот там находятся вдалеке Ленинские горки. Если будет мост, по которому можно будет перейти, то мы с вами перейдем и попадем в Ленинские горки. А пока на моем пути встретилась вот эта чудесная часовня. И я сейчас расскажу, почему она мне понравилась. Также это видео предлагаю посмотреть тем, кто сидит дома в самоизоляции, не выходит. То вам как раз будет интересно попутешествовать вместе со мной. Потому что я сегодня снимаю только самые интересные фишки, ребят. Я буду делать короткие зарисовки и то, что посчитаю интересным. Ну что ж, чем же заинтересовала меня эта часовенька? Такая чудесная маленькая часовенька. А тем, я первый раз такое вижу, честно сказать. Видите? Лестница спускается. То есть, скорее всего, крестят прямо здесь. В этой воде, как я понимаю. Ну, не так же, что ты помолился в церкви в часовеньке и пошел покупался. Скорее всего, здесь крестят. Но об этом мы уже знаем летом. Можно будет сюда еще летом прийти. Итак, отправляемся. Отправляемся вместе с Ларой Шум. Для этого подпишись на мой канал, ставь лайк, рассказывай своим друзьям, что есть такой сумасшедший человек, прекрасный сумасшедший человек, который любит путешествовать. И сейчас мы немножко с вами отойдем от нашего пути. Мы сходим вот в тот храм. Флора и Лавра называется. И посмотрим, что же у нас есть там. Я не смогу вам передать запах. Запах вот этого чуда, которое расцвело. Но, по крайней мере, могу поделиться вот этой красотой с вами. Ну, в общем, представляете, визуализируете вот этот вот чудесный аромат, исходящий от этих белых, чудесных, прекрасных, красивых лепесточков, цветочков. Продолжим наше путешествие вот с такого чудесного места. Называется Флора и Лавра. Попробуем зайти внутрь, потому что тут открыто, оказывается. Посмотрим, что у нас внутри. Ну, здесь, в принципе, ничего интересного внутри. Живность, гуси. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите, да-да-да. И, боже, как здорово качаться. Слетаю выше неба. А сейчас я вам еще покажу интересные качели, которые, наверное, с советских времен я их еще не видела. Ну, у меня путешествие все-таки обещает быть клевым, интересным и прекрасным. Подписывайтесь на мой канал. Вот, какие качели я вам хотела показать. Хорошего всем дня. А подскажите, пожалуйста, туда дальше будет мост какой-нибудь? Только вот здесь, да? Ай! Очень далеко, примерно. Сколько по времени? Час? Час. Все, благодарю. Это не очень далеко. Привет, собака! Я не кусаюсь. И вот такая красота. По этой красоте идти один час. Думаю, страшного в этом нет ничего. А вот получить истинное наслаждение. Вероятно, возможно, и я это хочу. Ну, вот эта ситуация, я думаю, что знакома многим. Когда идешь вдоль берега, красоты и... Ну, я не знаю, как назвать этих людей на самом деле. Которые вот так вот оставляют мусор. Это просто, я не знаю, невоспитанные, некультурные. Даже свиньи, они считаются, что следят за собой. У меня нет названия таким людям. Это настолько надо быть тупым. Открой, то там называется тук-тук. А там никого нет. Ты посидел, ты поел, так будь добр. Убери все это за собой. Ну, видимо, так. Извините, у вас собаки не кусаются? Нет. А вы случайно не знаете, до моста тут далеко дойти? Нет. Прямой там, у морозки. Не кусается? Она все равно в наморднике. В наморднике? Боятся людей надо. Да? Я их не боюсь людей. Да, в самом деле, людей я не боюсь. Ну, вот собак у меня страх. В детстве одна собака на моих глазах покусала мою подругу. Одна собака, я была маленькая тогда, она гавкала-гавкала, положила мне свои лапы на плечо, и ее морда смотрела прямо на меня в мои глаза, и она гавкала. С тех пор у меня очень большой страх к собакам. Тут, наверное, сейчас ветер больше записывается, чем мой звук. Ура, 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 мост уже вот здесь. Я даже, по-моему, ну, наверное, час прошла, но мне кажется, даже меньше часа я прошла. Вот. Я шла оттуда, получается. Сейчас мне надо будет по мосту перейти на ту сторону, и если я пойду вдоль опять берега, то я попаду уже на гор Клининский. Классно. Клево просто. И теперь тут какая-то яма или канала. Канала-яма. Вот надо на нее сейчас как-то спуститься. Слушайте, классно просто. Какая-то деревня. В общем, нам с вами сейчас туда, через канаву. Будем спускаться, пробираться, я думаю. Я так же когда-то, помнится, по Болгарии гуляла. Вон там, наверное, придется. Или... А, я могу вот там обойти. Можно, собственно говоря, не рисковать жизнью, а просто обойти. Ну, Лара Шум же не ищет легких путей. Ну вот, наконец-то я нашла место, где можно нырнуть. Причем здесь так облагорожено все хорошенько. Я сейчас, конечно, не буду нырять. Но чтобы мне до сюда дойти, это мне надо два часа сюда идти, чтобы нырнуть. А, тут даже лесенка есть. Все чудесно. Я нашла место, где можно нырять зимой. Или летом. Вон мост там, я еще и к нему иду. Вот, как-то вот так вот. Ура! А это ли не прекрасно? Вот такая березовая роща встретилась мне по дороге. Я не буду в нее заходить, конечно, потому что мой путь пролегает к моему мосту. Мост, 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 мост. Вот этот мост чудесный, прекрасный. Вот я посередине моста. Сейчас даже вам там... У-у-у, речка! Я на мосту, я на мосту, и я до него дошла. И всего у меня ушел, ну да, где-то примерно час, может быть, даже меньше. Самое интересное, что по дороге девушка встретила, спросила ее, далеко ли мост. Она сказала, что очень далеко, лучше вам вернуться. Как хорошо, что я не вернулась, потому что мост оказался всего в 20 минутах. Но я пока там посидела, поела. Ребят, тут меня две машинки обогнали. Но по ходу дела я их сейчас обгоню. Я пешком, по-моему, иду быстрее, чем едут эти машинки по дороге. А я уже на другой стороне. Вон там остался мост, и тут я иду. И машинки сзади мне едут, и едут так медленно, что мама не горюй. Ага, понятно. Человек дал понять, что там дальше не проехать. Правильно, зачем ехать, когда можно идти пешком? Можно здесь оставаться. Так, разъедутся, не разъедутся. Разъедутся, не разъедутся. Тут просто дорога такая ужасная. А, нет, разъедутся. Разъедутся. Ух ты, разъехались. Ну, мы тогда идем дальше. Шум, мы идем дальше. Вон там, видите, двух велосипедистов. Я с ними там сидела на скамеечке, кушала. Одного из них зовут Андрей. Ну что ж, счастливого вам пути, ребят. Они едут вдоль Пахры от Москвы. Живут на юге Москвы. И вот путешествуют так вот. Как и я. Только я пешком. Ты где-то там, за красотом там. Ты где-то там. Мир тут золотых окон. Ты где-то там, где легко и тепло. Ты где-то там. Ты опять далеко. По дороге с облаками очень нравится, Когда мы возвращаемся назад. Цветочки. Цветочки. Цветочек. Здравствуйте еще раз! Я нашла мост! Кто-нибудь знает, что это такое? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот здесь вот отпечаток ключа. Может, тут что-то запечатано? Какое-нибудь послание? В общем, интересно. Вот клево как-нибудь сходить туда. Надо назначить себе пункт назначения. Первый раз просила, где мост. И сейчас я уже на другой стороне. Вот я снимаю эту красоту. Красотища, красота! Идем туда. Там вот даже вижу скамеечку. Итак, на пути шум возникло препятствие. Мне осталось попасть на ту сторону, чтобы дальше пойти по реке. И будет мне счастье. Ну, на самом деле, я перебралась не там. Там все-таки у меня не получилось. Я перебралась вот здесь, вот по этому месту. Вот. Ну что ж, пойду. У меня уже скоро окончание моего путешествия. Это последний сегодня кадр. Я вернулась в то место, откуда начала свой путь. Там вот та площадка. Это церквушка. Это мост. Я благодарю всех, кто досмотрел мое путешествие по самоизоляции. Благодарю, ребят. Благодарю, благодарю. Отошел от дома на 300 метров. Адреналин зашкаливает. Лопата. Я благодарю тебя, мир, за заботу обо мне. За любовь ко мне. Из-за тех людей, которых ты посылаешь в мою жизнь. Люблю тебя. Пока-пока. С вами была Лара Шум.